аккуратно можно сломать корешки слива она продумана есть эти носики так есть того вот так вот вы их аккуратненько и на эту на крышечку на белую не вижу выше 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 это вот он хвост так вот это вот слива 2 сколько их из десятка ты я же паковал по десятку или по 12 3 4 до 5 6 6 6 3 4 5 а тут собирается только чуть-чуть носик так 7 из 12 так получается у нас 36 и 6 проклюнулась 6 нет понял то есть 50 на час сейчас я для всех прокомментирую вот это событие дело о чем почему я показывал свои да помните там горшочкой в этих что у меня там лежит допустим штук 100 штук 30 или 40 проклянулась то есть уже успех из спящих еще часть проклянется в общем главное что у меня стратификация как началась так и закончилась здесь каждый раз это я комментирую почему не получается нет получается часть людей участия садоводов пишет мне зашли все сто процентов но они могли не считать что 100 может быть и сотни 90 может 95 общего результаты отличный вот нескольких чек всегда не всходят ни одна вот для чего я участка получилась со слегка вы видите что с одной стороны материал вполне годный то есть я выслал живые половина проклялась естественно что если подождать еще бы немножко проклялась боится остальных 6 еще там две три четыре пять вот значит почему не происходит стопроцентной схожести объясняю природа предусмотрела вариант на случай катаклизмов вот чё угодно делайте но и если у нее запрограммированы не взять она не зайдет что такое катаклизм это значит что-то случилось упала комета закрыла небо тучами посреди лета похолодание все погибло а она то не взошла весной смотришь на следующий год зашла через год зашла через три года взошла зависимости от того что творится на земле холодно или жарко ли сыра ли или сухо ли вот это вот стратегический запас главного командования то есть на сто процентов мы не рассчитываем но мы рассчитываем хотя бы на 7 8 из 10 так вот 6 из 10 из 12 взошло почему 12 я часто делаю так не все есть ценнейшие коточки их из 10 кладу 10 а есть которая вроде бы ценные но не жалко я кладу 12 учитывая что еще могут найти скотчки ну просто бракованного бракованы все угадать какая бракована невозможно сведущие одинаковые поэтому я кладу небольшим избытком например я себе я положил 10 она была бы 5 на 5 и так что получается мы будем делать нам надо да в общем чем благодарим мы благодарим прерыванию преждевременную схожесть прерыванию той самой старификации у меня лежали никого не трогали ждали весны я их выдернул они попали теплую почту даже когда вот до урала где-то 6 или 7 перевала тепло холод тепло холод если зимой то ли в неотапливаемые вагоны перрон с морозом потом опять теплое помещение почты прошло через руки опять поехала вот это все стимулирует ранние всхожести я пытаюсь угадать как я пытаюсь повыше повыше а вот так я пытаюсь угадать как например татификацию слив я провел в декабре вот если бы я послушался бы например этих самых литературы то там пишут 150 180 дней что такое 150 дней это пять месяцев сто 8 дней это 6 месяцев 56 месяцев вот я делал короче почему вот из-за этого что мне приходится прерывать так называемую старификацию то есть пока едет поезде вот и мы что имеем мы с одной стороны сделали искусственное просыпание часть из них те которые назовем ранние всхожести да вот и теперь надо их спасти с абрикосами слава богу все спит и это хорошо вот но то что сливы проснулись это значит они у нас погибли наоборот именно они те-то которые спят еще неизвестно сколько из них проснется а эти-то уже проснулись теперь предстоит их посадка опять же промежуточную емкость промежуточная емкость это может быть и торфяной горшочек тем фотографии показывал это может быть пластмассовый горшочек и может быть некоторые хитрости самих садоводов например не посадишь в этом самом пластмассном горшочке и чего отставляет у него допустим полиэтиленную мешочек вот дело в том что до высадки не успевает сформироваться ком такой плотный он скорее всего развалится а если кто-то мешочек придумал еще 2 мешочек потом горшочек примеру потом за мешочек покинул аккуратно вытащил вот своя версия есть у виктора владимировича сейчас он уже на заранее был разговор посмотрим что он сейчас там предложит давайте поехали все-таки торфяные торфяные такие вот есть такой размер и такой но по идее раз них садить тем больше тем лучше бы конечно вот не забывайте проделать нищие а вот конечно как вот так сделать чего часто полный бы землей взяли тот самый который самый длинным хвостиком пальцем проткнули дырку умудрились его посадить так чтобы хвостик был внизу а косточка на боку и что будущий росток не оказался под землей смотрим конечно земля конечно покупная жирная это понятно это кстати плохо на будущее кто захочет есть я еще буду колени семенами заниматься чем иногда сомневаюсь вот то тогда зимой готовьте заранее а самое обычное не люблю жирную землю сыпки сыпки ну какая если я также когда проводил опыты посреди зимы спохватывался покупал уж какая есть конечно жирная что не очень хорошо ну на это вы когда заказали семена извините в середине зимы было держать нормальную землю такая как саду под завязку уплотнить как следует следует помните я показывал там было не очень много земли они тянутся к свету и сразу становятся уродами только родившись а теперь просто дырочку и постарайтесь положить так что были мы видели с немножко с наклоном вы сделаете наклон прям центре пальцем мне не нравится что все равно не полная этот горшочек получился начался откуда давайте еще вот так поплотнее дырку можно чем угодно делать самое главное чтобы корешок был внизу она была на боку косточка у меня тут есть косточки которые уже по вскрывались так мы ей будем садить такую который пускал ради этого и затеяли которые спят вы вообще посудину сложите имеется ввиду даже шкарлупки отпали такие даже есть покажите вот но это бывает не часто так это вы потом посадите отдельно уже полюсом принцип так давайте со шкарлупками вот со шкарлупкой такая крайне редко бывает вот со шкарлупка теперь посадите хвостиком вниз но чтобы лежал на боку но немножко видно аккуратно не сломайте а теперь вот так вот как писали как будто это присыпайте песочком так растирая не давите ни в коем случае вот атака вот эта тема песком до песком вашим из пакетика я подруга он быстро высыхает так ладно вот это на этом этапе все вот потом когда он насчет сходить надо будет как вот вообще уже полив сам по себе он немножко смывает землю следующий уже остальные делайте земле не с песком так вот он немножко развивать землю и спинка может быть видно а может быть потом когда она как бы сказать корешок он становится как упор и начинает выдавливать он же должен развернуться на 90 градусов ну давайте попробуйте полейте сильные струи делаете не размывает но я надеюсь что даже то что мы показали достаточно вот дело в том что песок он конечно как более сухой он не будет уничтожать корневую шейку вот которая слегка заглублена вот даже сейчас она заглублена почему потому что вы еще раз покажу идеал то вот он но в горшке горшочки она будет быстро вот так как сделали вы потом когда взойдет она да уже взойдет надо чтобы немножко размыть что ли вот это вот тоненькую грань между воздухом и землей чтоб чуть-чуть спинка торчала стремление кидел но другой стороны у вас огромное количество семян так огромное вот поэтому вам придется не то что халтурить но уже невозможно будет так ну что-то в этом роде но на данном этапе землей присыпьте закройте как зайдет так размойте вот это пожалуй я понимаю тех кто не сможет сотнями так возиться пока показы медиального все присыпали готова теперь не забывайте поливать немножко ведь даже не тоже поливать вот видели одна из фотографий была такая правда так не делал сейчас сейчас я быстро найду я вот вода кстати вот пожалуйста вариант видите это не моя фотография согласитесь что посудина не раствориться это не торг да но потянет человек за мешочек и он сможет высадить но почти целыми этими с целым земляным комом правильно вот этот момент давайте отметим раз а вот смотри сюда вот вот здесь вот уже не высыхает полиэтилен воздух пропускает вполне возможно но нет у меня личного опыта но вроде бы нравится на 10 человек это все взошло ну-ка посмотрим рядом нет фотографий этого же автора в эту сторону нет так так вот он делал практически как вы видите чем боюсь вот и не пробовал я так делать и заманчивый не пробовал но в принципе дальше речь идет уже о конкретной инициативе конкретной фантазии вот и так значит мы сейчас посадили косточку с уже отчетливо высунутым хвостом аккуратненько хвостом вниз вот вроде бы все теперь осталось пустяк 6 не зашедший косточек так вы когда раздербаните все одного сорта вы берете баночку давайте возьмем сейчас возьмем те абрикосы помните их не взошли уже много распаковали вот там было с максимум по 6 то есть 60 распакуйте все одного сорта вот самое первое да все шесть мы вспомнили про абрикосы которые ни одна не взошла и слава богу их 30 штук байлевицкий первые которые распаковали и получилось так что нам надо все 30 хранить то есть вернуться на стадии статификации сырой песок и холод сейчас вы приготовили песок он у вас уже готова консистенции или надо его размачивать готовы да вот возьмите в руку сожмите а вот так раскроете но чисто внешне то что надо немножко кажется сыроват что-то а ну-ка покажите руку без песка грязная пойдет и так значит пойдет пойдет и так значит это сейчас на дно укладывайте песок слоем так побольше побольше немножко но нормально теперь из этих 30 штук вот десятку десяточек укладывали на бачок надо их кстати не только не бревна еще аккуратно укладывать на бачок вот даже этого многие не знают если кто обязан знать 10 10 положил сыпьте опять этого полтора пальца земли песка то есть побольше чего-то следующий десяток два три четыре пять шесть семь восемь девять десять слой песка еще один слой все засыпать да так сантиметр вот когда мы это не постоянное место жительства тут можно не бояться поглубже засыпать вот тогда они лучше даже всходят чем поверхностная то что я показывал так это вот такое противоречие вырастает здоровая но мало много гибнет из-за того которая слабо закопаны в них как бы защита от этих самых катаклизмов гораздо хуже чем те которые глубоко почему и привыкли садить глубоко видят какие дружные всходы потом правда локти кусает как-то получилось что так 21 когда ни один человек на планете не знал причину гибели у заглубленных вот поэтому я говорю это ваш шанс владимир ваш шанс теперь хотя бы мои поклонники мои ученики будут знать это пусть не вся страна вот фильмы плохо расходятся ну что теперь задача закрыть крышкой так верхнем слое можете в какой-то степени пожертвовать потом взяли чайную ложечку через недельку допустим а перед высадкой держи поддержите в тепле несколько дней вот так а а вообще они могут начать вот сейчас куда вы поставите вот эту штуку холодильника вечером гараж отвезу в яму овощную понятно но она тоже степлеть насчет скоро правильно с весной вот и они сильно в холодной яме и даже просыпается они не перерастают это вот кто тянет до мая да вот тут беда один раз я дотянул до мая у меня с тысячи восемь штук зашло они все имели хвосты по полторы две спички длиной вот как я это вот один год у меня такое случилось поэтому когда кто ждет и горит попозже это ошибка ирана ошибка недостатистированная тоже могут не взойти вот как-то вот пересадка их на другое место казалось бы ну что посадил но в землю программа сбивается и все идеально это когда само начало ну когда вот если бы вы раньше вы вспомнили обо мне или узнали обо мне вы у меня сухие заказали а сухими мы по моему фильм есть или фильм с этим телемос сафроном по моему сухими работали в общем вот такие дела теперь что осталось нам узнать раз недельку проветривание так задним смотрите ведь я живу не знаю что у вас за песок у меня песок сразу повезло без прокалки без мытья знаете когда-то я был аквариумистом и ребенком вот есть естественно что в аквариум годился только тщательно промытый песок струей иначе на всю жизнь мыть была обеспечена в этом аквариуме вот вот там действительно вымывается все органика понятно или как все учат прокаливать мой песок вообще не ничем не нуждается зачем лишняя забота когда он и так чистый то есть не образуется плесень а ваш вариант для по моему помните а его не видели я показывал даже фильм так где плесень вот и значит проверка где-то пусть они лежат не трогать еще недели три чтобы через три недели через три недели у вас будет чуть ли не середина апреля это время высадки вот достали в тепле подержали дня три а это опасно если они влопнули они еще быстрее расти начнут вот это тоже слабое место когда массовая куча их такая как надо быть у меня когда много допустим тысячу штук я сразу выворачиваю прям посреди сада раз на прямо на дорожку эту всю тысячу песке а вот она принадлежит куча оттуда хвосты торчат спящие все ну при моем объеме то конечно мне хватало навсегда даже сейчас не сходила вам придется так возможно вот эту вот баночку которую вы держали в руках сейчас не вот эту а последнюю да возможно вам придется какой-то немножко контроль установить например взять чайную ложечку и аккуратненько чтобы не дай бог не нарушить корешок который может уже вылезти и сломаться посмотреть нет и всхода вот конечно сигнал когда всходит половина одна треть уже лопнула вот а вас получается как угадать невозможно видите не зашло ни один абрикос зашел бы 12 ну зато и головы боли нет а сливой и это нормально три четыре пять из десятка может и шесть быть вот и с одной стороны вроде о моем добросовестно говорить другой стороны одни за один пора садить а у других сугробы лежат не могу я угадать это я уже это объясняю так сказать как бы сказать объективная картина страна гигантская в сургуте собираются садить представляете мурманске собираются садить в тынде собираются садить север сахалина вся камчатка захотела вдруг иметь мои косточки но в общем вот такие дела самое главное что все все таки сколько взойдет дальше сырость 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 холмы по размеру если метровый снег полметровый холм должен быть как минимум и еще покажу людям свой этот каталог пошел последний месяц высылки вот получилось примерно как я ждал и боялся что-то спит обошлось что-то взошло 50 процентов это не шутки уже спасать пора а вы думаете многие захотят сейчас эти возиться будут ждать и очень важная перепаковка еще расскажу вот поднимите мешочек руками любой где десяток для десяток где десяток любой не распакованы так вот они да вроде бы крупные мешочки раз они такие крупные значит там крупные абрикосы лежат десяток крупный косточек правильно так вот из этого десятка когда первое три четыре я еще расскажу уже говорил не раз и не в одном фильме 341 выпустят хвосты они не дадут другим зайти никогда они высосут влагу дано будет сухая вот как бы жаль мой счет уже поздно я забыл такой вопрос задать вот когда с абрикосами вы сказали все правильно сыра а чё бы им не быть сырым когда его никто не съел эту влагу а сливы 6 из 12 возможно было уже по суше они должны были уже часть это и мешочек слива меньше косточка и мешочек меньше он и так же неподъемный выход смотрели сколько там килограмм я еле донес до этого со своим здоровьем еле допустим дотащил ну ладно здесь вот я уже не мог больше делать мешочки и многие попадутся именно на этом последний акцент на чем у них они так и кладут холодильник погреба почему-то не любят или не имеют вот в холодильник кладут и ждут когда придет пора они вскроют мешочки сухие будут и там из каждого десятки 234 редко 5 вот они не просто выпустят корни эти корни еще пробьют мешочки насквозь дальше влагу искать будут пробьют насквозь будут торчать как эти как иголки выжать вот остальные не взойдут но уже никогда почему потому что прервался процесс стратификации раз и тут еще и влаги лишили два и вот получается мы с вами со сливой очень вовремя все сделали эти знания они уникальны вот если у вас зайдет я беру самый худший вариант на свете хотя он у вас будет лучше чтобы зайдет только каждое десятое ну-ка мы от трех тысяч коточек 10 процентов возьмем 300 штук ружьем это узкали вас есть ружье узнать сколько вам предстоит работа с ними даже скажет десятый вот и даже если потом из этих 300 до плодношения дойдет половина все лучший сад в свердовской области готовы а если половина всех из трех тысяч зайдет ну что латинков придется подарить ружье вот но это уже шутка такая надеюсь не обидится потому что его обойти вам придется еще много-много лет но мы для этого с ними живем бродский латинков железа вот напоминаю что только в пределах нашей технологии может что-то вырастить и как бы мне хотелось я с вами фактически прощаюсь вот как бы мне хотелось фамилия ваша Гришин это я всем говорю запоминайте эту фамилию как бы мне хотелось дожить до вашего первого плодика самого первого знаете пришло это я как-нибудь может посвящу целый фильм этого но мне не дешево обходится по тысячу рублей это вот этот фильм будет стоить вот желание всем помочь сказточками с результатом вот а тут приходит вот первое это и там фотографии роскошнейших этих самых апортов кровокрасных роскошнейших и человек на седьмом небе от счастья а я какой счастливый вот но мне хочется доказать что только от тысячи косточек от двух от трех можно вырастить сразу лучесад чуть не сказал в Европе вот можно и в Европе но там нет таких как вы там послаб же народ так пришлите 50 косточек 40 вот некоторые просят пять две косточки так я с вами прощаюсь на пять лет или как а нет еще скажу абрикосы первое ждите плодоношение на четвертый пятый год повезет на третий у меня есть аккордсмен такой вот сливы у меня есть слива которая я вам такие котики высыл с нее вот у меня есть слива это усилийская желтая которая зацвела на третий год а на четвертый год такой урожайся он есть у меня в фильмах я же не этот не тесто с лишним этих питомников которые фотографии наворовали не имеют этих своих деревьев ну что скажите что-нибудь на прощание спасибо большое буду учиться как бы смотреть ваши диски потому что у меня информации вообще ноль вот многое узнаю буквально за очень короткое время очень большой объем информации и приходится все это совмещать вместе практику с информацией в одну секунду это все делать спасибо большое как бы буду стараться делать все так как вы говорите чтобы не отходить от стороны чтобы все получилось ладно а вы молодец сколько вы 20 дисков заказали или 13 а все диски заказали 20 ну все это заменит пять лет обучения в институте и всю библиотеку университетскую но желаю удачи вот все пока так с увлеченным уральским садоводом мы не прощаемся мы говорим до свидания надеемся на ежегодные отчеты надеемся на не на пятилетку даже чтобы сказать твердое лучший сад на Урале или хотя бы в Свердловской области это пять лет тогда уже самое вредное самое нудное зацветут деревья но начнется все раньше что-то будет много раньше сейчас кое-что разнесу и объясню и покажу но заканчивается сезон сегодня двадцатая марта так еще месячишка причем вы сами видели что получив семена часть из них их уже нужно спасать радоваться что они живы радоваться что если правильно посадить гарантированно просплюнувшие кочкам это проклюнувшиеся дерево готовое практически вот радоваться что еще там где лежат сугробы что слава богу те же абрикосы видели спят вот и получается если активно вмешиваться в ее жизнь как вот эта перепаковка которую вы видели результата может достичь высокого вот и так мы с вами видели самый крупный заказ в этом году вот на него и будем ориентироваться остальные заказы у меня минимальный заказ это сорок косточек или семечек или пятьдесят семечек вот это минимум ну а дальше кто хочет потратить всю жизнь на сад кто хочет как мой увлеченный друг это сделать за один сезон то что у него это получится я нисколько не сомневаюсь вот конечно я может быть некорректно было перевести двадцать пять тысяч рублей на это тысяча булок хлеба проще поделить на триста допустим и знать сколько бутылок водки отравленные можно купить на эти же деньги на которую денег всегда хватает а вот на семена нет потому что у меня не раскуплена даже половина те которые заассоциированы через месяц я их они будут уже негодны для дальнейшего хранения сухие можно хранить еще год два-три а вот эти мокрые в сыром песке уже будут выброшены вот я вам уже в прежних фильмах это показывал один из фильмов я снял аж в июне разрывал пакетики с мертвыми но проросшими высохшими насмерть семенами которые высосали всю влагу с песка и умерли в форме в форме в форме подруга тук в форме это